Здравствуйте! История Осирия Распад Церкви Востока 1552-1830 годы год Примерно через 100 лет после резни Тимура среди христиан Северной Месопотамии произошел религиозный раскол известный как раскол 1552 года Большое количество последователей Церкви Востока были недовольны руководством Церкви базирующейся на тот момент в монастыре Робан Хормист недалеко от Алкоша и, в частности, системой наследственной преемственности патриарха Три епископа избрали настоятелем монастыря Симуновой семьи Аханнана Сулаку своим соперничающим патриархом Они не имели санометрополитчего епископа который требовался для назначения патриарха и предоставлялся только членам семьи патриарха Поэтому Сулака отправился в Рим чтобы быть патриархом вступил в общение с католической церковью и был назначен патриарх Моссул и Атура позже изменено на патриархах Альдейской церкви Моссули от Папы Юлия III век 1553 году Он получил поддержку только в северном ассирийском городе Дияр-Бакир известный также как Амит где он основал свою резиденцию и в Мардине В 1555 году он был убит турецкими властями после того, как был осужден традиционалистским патриархом но митрополиты, которых он посвятил избрали его преемником положив начало линии патриарха в Симон все из которых приняли имя Симон Симон Патриархи этой линии запросили и получили подтверждение от Рима только до 1583 года В 1672 году они явно разорвали общение с Римом и вернулись в ассирийскую церковь но с тех пор продолжали оставаться независимы от патриархов линия волкоши с их резиденцией Дальше в ассирийском городе Качанис в горах Хакари письме от 29 июня 1653 года за 19 лет до того, как линия Симон разорвала отношения с Римом Симон 11.6.1638.1656 год называл себя патриархом халдейских католиков нет никаких записей об ответе из Рима подтверждающим его как католического патриарха библейский арамейский иногда ошибочно назывался халдейским или халдейским в западных источниках хотя этот язык впервые был введен в Ассирию Тиглотпиле сарам 3 век 8 век до н.э. и настолько укоренился в Ассирии, что стал известен как ассирийский для таких греческих писателей как Фукидит и Ксенофонт ассирийские христиане, литургический язык которых был и остается формой арамейского продолжали называться ассирийцами после падения их империи С.М. преемственность Ассирии Армустрасом, 1826-1910 г.г. применил термин халдей к этим ассирийцам, находившимся в общении с Римом и заявил, что нынешние халдеи, за некоторыми исключениями, говорят на том же диалекте, что и в Таргуме, и в некоторых частях есть дры и даниила, которые называются халдейскими за долгода 1672 г. Линия Симун, поскольку она постепенно вернулась к традиционному поклонению ассирийской церкви Востока, тем самым потеряв лояльность западных регионов 119 г. переместилась из контролируемого Турции Диярбакыра в Урмею в Персии, где находилось ассирийское присутствие было давно устоявшимся. Епископство Диярбакыра стало подчиняться патриарху Алкош. Епископ Диярбакыр Джозеф обратился в католическую веру в 1667 или 1668 годах. В 1677 году он получил признание турецких властей как наделенной независимой властью в Диярбакире и Мардини, а в 1681 году он был признан Римом патриархом Хальдеев, лишенным свободы. Его патриарх. Так была установлена линия Иосифа, третья линия патриархов. В линии Алкоша Элия-7, 1591-1617 годы год, Элия-8, 1617-1660 годы год, и Элия-9, 1660-1700 годы год, контактировали с Римом в разное время, но без установления союза. Союз был достигнут в 1771 году при Элии-11, который умер в 1778 году. Его преемник Элия-12, после того, как отправил свое исповедание веры в Рим и получил подтверждение в качестве католического патриарха, занял традиционалистскую позицию в 1779 году. Его противники избрали Аханнан Хормист, молодой племянник Элии-11, которого Элии-11 намеревался стать его преемником. Хотя Аханнан Хормист заручился поддержкой большинства последователей патриархата Аль-Кош, Рим подсчитал его избрание нерегулярным и, вместо того, чтобы принять его как патриарх, просто подтвердил его как митрополита Масула и патриархального администратора. Таким образом, ему были предоставлены полномочия и знак патриарха, но не титул. Он сделал то же самое в Диар-Баккере, назначив патриархальным администратором Августина Хинди, племянника Иосифа IV, которого его дядя хотел стать его преемником в качестве патриарха. Таким образом, существовало два традиционалистских патриархата, Линия Элия и Симун, и под руководством администраторов два католических патриархата, Диар-Баккер и Алкош, Мосу. В 1804 году Элия 11 умер, и у него не было традиционалистского преемника. Августин Хинди умер в 1827 году, А в 1830 году Рим назначил Иоханна на хорме с допатриархом всех католиков. Линия Симун, которая первой вошла в союз с Римом, оставалась во главе первоначальной традиционалистской ассирийской церкви Востока, и продолжала находиться в руках той же семьи. До смерти в 1975 году Шимуна 21 эшай. В то же время Линия Элкоша продолжается без наследственной преемственности во главе Хальдейской католической церкви. Термин «Халдейский» правильно следует понимать как конфессиональный термин, как нестарианский, а не как этнический. Хальдейская католическая церковь возникла в Северной Месопотамии из Ассирийской церкви Северной Месопотамии и Юго-Восточной Анатолии, и ее последователи были родом с Ассирийской родины на Крайнем Севере Месопотамии, а не из исторической Хальдеи, существовавшей между IX и VI веками до н.э. далеко к юго-востоку от Месопотамии перед исчезновением. Хальдейские католики говорят на тех же диалектах, происходят из тех же городов и деревень, имеют те же фамилии и те же генетические профили, что и те, кто традиционно и исторически известен как ассирийцы. Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!